вы нас здесь мальчики и девочка значит сейчас будет экспериментальный выпуск идею которого подкинула девушка я в принципе не ожидала не верил что летсплей или что-то такое или что-то вообще интересоваться какими-то играми могут особи женского пола потому что я думал что девочки играют в куколки потом они заводят детей и все все игры в войну шку потом в компьютер потом еще что-то это уже удел мальчиков но вот он сюрприз я как представил что что может думать девушка когда слушает то что я говорю когда играю в играх я попытался покраснеть не хватило совести значит идея простая купить рандомный ключ steam ввести код и и собственно и за летсплеить ту игру которая там будет я даже два ключа купил думаю вдруг в первом стратегия попадется значит пока покупал ключ случилось тоже очень много веселого интересного во-первых как только закинул деньги на киви кошелек целый полтинник сайт киви сразу же упал я давай в милицию звонить объявляйте план перехват у меня полтосик спиздорезнули ну я слышал что в болгарии 50 рублей это неплохие деньги кто знает может быть киви оказалась фирмы однодневки которая только и ждала когда кто-нибудь закинет им такую сумму чтобы свернуться и сбежать куда-нибудь за бугор через минут 10 или 15 сайт все-таки заработал я смог купить ключи первый ключ я активировал повезло конечно сказочно кстати на заднем плане вы здесь видите что я тут сижу почитываю новости про dark souls dlc вроде больше не переносят выйдет 30 числа то есть завтра а сегодня после активации первого ключа мне попалась внимание deep hunter 2 а по кей везение девочка вообще писала что она купила раз сама рандомный ключ ей не повезло выпало какое-то говно девушка с радостью с вами поменяюсь на на обалденно интересную потрясающую игру deep hunter 2 блин я видел недавно только на где-то недели две назад вышла какая-то очередная часть deep hunter эта игра про водолаза симулятор подводной охоты я не знаю что может быть интересного в виртуальной подводной охоте ну ладно правила оглашены деньги уплочены устанавливаем deep hunter идем в него играть и вот вот она игра deep hunter 2 на выбор мне пока что открыт к сожалению только таиланд но я не видел еще человека который в таиланд поехал бы для того чтобы там рыба рыбалкой подводной заниматься еще никто мне не приехала не рассказал был в таиланде такого карася подстрелил обычно говорят был в таиланде видел бабу с членом блин парочку даже может там ладно значит у меня был когда-то знакомый да да охотник ныряем а знакомый который занимался подводный как это называется не дайвинг да или как потом короче подводной охоты он был из латвии я был из россии есть он не рассказывал как он там ездит на соревнования да иди ты нахер со своим обучением чё блять не знаю как рыбу застрелить как он там ездит на соревнования там об этих гарпунах как кто-то придумал можно видео заснять на sony xperia который водонепроницаемый кто-то придумал гарпун у которого есть две две стрелы вот этих как это называется но там путаются лески этот гарпун плохой он немного рассказывал про то как ныряет он там не ныряет но я не запомнил его рассказов потому что был поглощен мыслями о том как бы мне самому в его старшую сестру нырнуть да да знаю плохой плохой без да чё надо-то короче что-то миссию провафлил монеток 200 штук собрать ни хераси воздух это хватит нет я знаю герой дышит из пакетика chips of lace там воздуха на неделю внутри 2xp две монетки смотрите как уже прокачивается но а что можно сказать об этой игре надо не забыть вырезать лишний мат и чё как гопник это же девочка попросила сделать эту херню но графика красивая как и как и в игре world of tanks здесь тоже есть крабы сука краба не застрелить почему-то иди иди сука будет свети 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 чё ты в кустах стоишь говно а ты же на лт простите привычка кем ты там играешь на вид на мид пойдет девауэр пошел нет надо девауэр ты хиросов на мид путь пойдет иди в баню на в лес скачаться легионер вонючий графика красивая гарпун не очень рука нереальная но графика вообще зашибись хотя после недавнего прохождения пропавшего и тона картера график и инди разработчик меня не скоро удивит конечно эта игра и должна быть про красивую графику тут подводный мир там все дела но как-то все равно не душевно но возможно потому что это боссный таиланд в котором не знаю в котором никому не придет в голову о какая рыба жирная сейчас мне кажется я такую рыбу зацеплю она меня обратно обратно на родину под водой от от это от буксирует у аска то можно нельзя стрелять видимо скат занесен в красную книгу значит мне надо чего мне надо убить осьминога или что хэдшот помимо нет я уверен что реальный реально подводная охота интересная кислород кончается боже это что это моя лодка я уже думал кит реально подводная охотка я верю что охоты это интересная а я еще рыб не всех нашел надо подышать на сплыть реально подводная охота это интересное увлекательное занятие если конечно вам не жалко рыб в которых надо стрелять я такой человек что мне жалко и и рыб и зверей и всех всему виной не знаю то ли школьная философия заложенной учительницы то ли что связано с тем что если ты можешь что-то купить то иди купи не нужно это убивать то есть убивать нужно только в случае нужды вот там но охотишься ты в лесу жрать хочешь ну пойди убей зайчика хрен то есть я из того поколения которое воспитан на советских мультиках где все животные разговаривают у зайчихи и зайчата у олень у оленихи есть олененок бэмби у львицы есть симба то есть убивая зверя ты решаешь его этих детенышей тоже возможности выжить все такое прочее поэтому не одобряю когда на всяких пьянках начинаю стрелять по воронам там собакам я и такое видел в этой жизни что поделать я не понимаю это вот нужная рыба плавает или нет по моему я уже на пиво с воблой себе настрелял чего долго это буду истреблять всю эту херню наносить вред этой грёбаной тала тайландской фауне где это грёбаная рыбища как она сейчас чувствую скат мне 220 вот она плавает вот это точно она давай все готово поймать два буропятнистых группера группера группенфюрера сс 2 надо было поймать под водой вот миссия нормально было бы звуки в меню отвратительные они не вписываются в гармонию этой игры большой улов что за значок интересно ну большой улов давайте может быть на белую акулу нападем дадим то есть рыбе шанс отбиться максимально конечно старый в течение пяти минут но это херня полная а смотрел недавно него можно вообще про что-нибудь порассказывать потому что об этой игре говорить нечего ну плаваешь ты ну стреляешь херли дал восхищаться сидеть мне это 15 минут этой графикой тоже надоест никаких сюрпризов она уже да ты чё криворукий что сука падла погоди-ка блять короче смотрел канал охота или чё-то такое или даже не охота что-то какую-то хрень где показывали как охотиться на белого медведя мужик такой идет по лесу смотрит вот он здесь прошел вот он там прошел и на водопое находит этого белого медведя из леса откуда-то издалека его я флешку выиграл надо будет им потом адрес отправить написать куда прислать мальков мальков не стреляем правильно вот откуда-то из леса он стреляет медведю чуть ли не сзади а куда-то то ли в голову то ли в сердце убивает медведя начинает медведя разделывает там ну за кадром где-то более-менее показывает череп готов какой-то стол старый медведь я его убил я сижу думаю блять нихуя ты красавец так иди его палкой убей дайте мишке шанс отбиться нихуя что за спорт в диоске прийти с ружьем убить животного ты блять венец творения ёпта в руку надеюсь что этого человека тоже когда-нибудь застрелят отрежут голову и будут всем показывать о какой старый охотник о какой заебись нет я не тоже столько надеюсь что его кабан в лесу сука растерзает да ёпта мать не я не я не профи того что там деревенские жители в деревне охотятся и добывают себе мех и мясо это деревня они сельские люди всегда этим живут но когда какой-нибудь хрен моржовый летит блять на вертолете стрелять волков это просто пиздец не знаю если бы был этот на небе этот как его слово из трех букв на бог точно если бы он там был все же ему свечки ставят и уверены что он существует то блять я не знаю за эту эту хуйню надо было бы неплохо бы и контролировать я понимаю что как говорится у него ни на что времени нет он сидит там охуительно занят как то есть все создать за семь дней так он первый за семь дней он мир создал и теперь блять сколько там последняя дата до нашей эры насчитали короче несколько миллионов лет он не делает вообще ни хера потому что ему некогда внимание он мир создал 8 дней два миллиона лет ему некогда им заниматься чем он там дело и чем там создает сразу вспомнилась шутка из квн про никиту михалкова как-то никита михалков заявил дайте мне миллиард долларов и я подниму русское кино с колен и квоечки сказали извините а фильм 2012 стоил 200 миллионов долларов что же хочет снять михалков если конец света стоит в пять раз дешевле ладно шутка какой-то сегодня философ вообще я просто довольна что хорошо прошел исчезновение это на карта но как хорошо если бы я сразу зашел в страшную пещеру и пару раз там обосрался был бы еще лучше потому что видео которое назвал шахта набирает просмотры но там люди не видят того чего хотят все равно получилось неплохо много лайков много комментов у всех хорошее настроение у меня от этого хорошее настроение дожди кончились ну что я уже на кубок по дайвингу настрелял или чем мне не пора там черный пояс получить черный пояс подводного хоть к 26 рыб нет более глупой миссии а не придумать чем стрелять рыбку на время вообще к рыбалке равнодушен я не равнодушен к зимней рыбалки и она меня конкретно ужасает то есть сама суть рыбалки мне непонятно но приехал ты блин закинул удочку сидишь на нее смотришь у нас в городе есть реки и в сезон так как сезон летом весной осенью стоит куча просто по берегу рыбаков с удочками кидая туда то есть с этим не со спиннингами с удочками закинулся и ждешь я человек энергичный подвижный я не могу сидеть и нихуя не делать глядя на поплывок или слушая колокольчик папа поэтому пару раз стаскал меня на рыбалку со спиннингом и продолжает пытаться меня то затащить это уже это несколько подвижнее но не намного веселее закинул спиннинг сука смотал катушку закинел закинул спиннинг смотал катушку закинул смотал закинул смотал он короче я ничего не поймал очень рад может рыбу я все равно наверное выпустил выпустил рыбу и получил бы леща как отпустил карася получили ща как в анекдоте самого большого леща на рыбалке повала жена рубака наступившая на его удочку все три секунды 35 рыб рекорд мира теперь в стиме все зайдут на мою страницу и узнают что я блять deep hunter и 2 поймал 35 рыб и выиграл ласты это вам это вам блин не дарцов с драконом драться найти поймать рыбу малек джек что еще вам нужно найти рыбу алмако джек не пустим их малек джек она редко и пугливая местные краболовы говорят что они видели такую рыбу в области кораблекрушения плывите навстречу маркеру его водка раз кораблекрушения господа разработчики надо начинать покажите мне все на что вы способны потому что сейчас я играю в deep hunter и понимаю что у вас ассасин скрыт black flag подводный мир был сделан лучше и интереснее кораблекрушение вот и вот этим бы я хотел заниматься выкинул бы я нахер этот гарпул я бы поплыл туда где затонул какой-нибудь корабль кстати я не знаю как и ныряет им на голову давление не давит нет я без акваланга нырял ну блин метров на 5 в глубину уходишь и понимаешь что ты еще просто на голову надавят так что из другого отверстия на другом конце твоего организма вылезет некая субстанция которую не хочется упоминать лишний раз так кубок судьбы вот видите я бы этот кубок музей да нахрен я бы его коллекционерам продал не в любом случае интересно плавать чем исследовать там но блять носиться с этим сраным гарпуном за мальком джеком вот он мимо ты чё мудак сейчас малек джек уплывет пизда ему все не будет осетр какой-то обалденная игра миссия завершена хотите вернуться на лодку здесь следующими сюда я вообще хочу стала из таиланда уплыть можно я дайвер 3 уровня в поиске сокровищ вот вот отлично несмотря на то что я не могу погрузиться в эту атмосферу потому что я дышу и разговариваю а не представляю себя под водой сокровища 20 метров от маркера у нас есть информация что о боже это черепаха хочет напасть на меня огонь из всех орудий нельзя 42 метра мне надо плыть под водой в то время как мой гидроцикл стоит вот здесь почему не могу сесть на гидроцикл и проплыть на нем извините я я в ластах плавал без акваланга но в ластах плавал это быстро но ноги ноги забиваются просто моментально 43 метра не тут пишут никаких 43 метров он тут неплохо не проплыл на самом деле то есть машина машина маш 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 масштаб в игре вообще не соблюден никак тут какие-то вообще сколько какой курс вот этих древних золотых драхм к доллару имеет ли смысл тратить кислород на сбор рыбок если можно собирать древние монеты за ацтекского золото у меня вот из трофеев только разорвавшийся снаряд второй мировой войны ржавый на подоконник стоит небольшой минометный немецкий поход ну маузеры каски и жетоны все разобрали мне только снаряд достался хрена делать а тут прям смотрите прям куда не нырни везде блять из галеона прям с испанского золота просыпалась обалдеть вообще я думаю что в таиланде ни одной шлюхи бы не было если бы никто было в золотых монетах в 20 метрах ладно давайте чашку искать что-то я сразу же еврейскую жадность 80 левела включил в радиусе 20 метров то есть если я пол на 40 метров значит далеко значит указывает вот на эту шишку все этот сталактит переросток ну золотая тарелка вроде должна блестеть вообще во первых где-то я слышал в каком-то а я в детстве хочу заметить еще и жака кусто смотрел по телевизору регулярно это вообще чуть ли не моя любимая программа была часто наверняка школьники даже не знают кто такой жак и в кусто чем он знаменит это в общем-то крестный отец акваланга подводного он всю жизнь нырял у свою жену в море похоронил все это трогательно показывали по нашему тв но я думаю что он давно умер от старости потому что он даже когда я был маленький был уже сильном возрасте вот и все что падает на морское дно уходит в ил очень очень быстро то есть никаких нахуй монеток блестеть лежать вас ждать не будет если они выпали там тем более иногда просто вот вот я смотрю на вот эти вот картинки внизу шлем какой-то ему лет наверное уже 500 если не больше то есть он не надо не сохранится на наших дней то есть ныряя в воду с аквалангом не надо мечтать что вы найдете золотую саблю колчака джеймс кэмерон уже два фильма снял где он на радиоуправляемых мини роботах как и батискафе исследует титаник ни одного скелета там нет ни рядом не внутри потому что хотя тут тоже скажете вы ну кости понятно там хотя в воде кость вроде как не растворяется да но кость там могла в принципе не сохранится но и окаменелости там кости мамонтов почему сохраняются что их рыбы что ли эти кости сожрали нет не просто ушли выл и скоро и титаник весь там будет он уже там джеймс кэмерон говорит что титаник погружается в грунт к бисмарку джеймс кэмерон вообще он такой ныряльщик охрененный он тоже кустов детстве смотрел башни башни линкора бисмарк показывал сам бисмарк показывал не так детально как титаник на титаник то у него вообще лютый стояк походу он там поминутно разобрал как тонул этот корабль что там с ним было в какой момент он там треснул пополам глобус хочу глобус не всплыл бы что ли или что это какой-то не полый глобус цельность из камня а вот она рыба то мои мечты где пил пил из гарпуна нахер пошли эти сокровища сейчас мы найдем какой американского пилота бомбардировщика что это за д-2 да есть такой самолет я играл в world of airplanes точно точно по моему он возможно и британский на самом деле но я не знаю точно да но в кабину пилота заходить нельзя даже после того как самолет разбился может здесь даже подводные лодки затонувшие есть крабик это ешь ах ты пиздюк мелкий а вы слышали как он классно нервы у меня после это на картера вообще не к черту смотрите баки заправочные да походу не то чтобы детализация как это волшебный план но все равно это приятное украшение этой игры а уж вот действительно подводную лодку или линкор поглядеть мечты мечты причем я не имею ввиду ту самую подводную лодку который наверняка многие подумали просто вообще любую же много войну много затонуло где-то где-то лежит по моему даже не найденный а английский линкор худ который был бисмарком первым же залпом потоплен если вы конечно вообще в куски не разорвало стык стык с такого попадоса не надо найти еще что-то треугольное тарелку и амфорку да или что это кувшинчик какой-то все-таки нырять а за вот этими артефактами древности наверное куда интереснее чем их с лопаты из песка выкапывать как вы думаете рыц там у этих около этих пирамид 25 раз сидеть там с венчиком стряхивать песок со скелета тираннозавра раком на жаре я лучше в воде поплаваю желательно с красивой какой-нибудь девочкой русалкой нахрена мне там с этим с кучей рабов и старым профессором копаться в говне если можно тут что вот это рука деревянная видать как от какого-то пирата осталось фрагмент статуи я даже знаю это наверное руки венеры блин можно венере снова руки приделать я надеюсь что вы уже господа учащиеся в школе прошли мировую как это мхк до предмет назывался мировая художественная культура и что типа того где там у нас такой предмет был про статуи рассказывали про блин акропы или пирамиды кто чё построил кому чего это интересно было в общем то вообще это единственное что школе был интересна эта история на всему старому был равнодушен но где эта хрень были на албанская я руку статую нашел отвалить от места своим глиняным кувшином и он наверно в воде обратно в песчаник превратился и разъехался скис скиска говно я не знаю я нихрена не понимаю чего для кого делась эта игра я просто болт для наркоманов бля по-любому вот нахрен обдолбосился чем-нибудь нахер кент чем-нибудь веселенький мы сидишь тут нахрен занырнул и шныряешь дайвер обалденный мне я не знаю это наверно обещал не говнять на игры ведь у него могут быть фанаты среди моих подписчиков будет неудобная ситуация но черт возьми какая она блин унылая скучная хренатень но нет если смотрите если вы перед сном после трудового дня захотите порелаксировать обязательно включайте deep hunter 2 здесь красивый вид вода рыбки их можно убить если они вас бесят при этом играет такая расслабляющая офигительная музыка эту игру можно нет я хотел сказать ее можно запустить и лечь под нее спать на боюсь тогда водолаз утонет или вы проснетесь под его бульки и хрипы и крики о помощи о египетская хренатень в таиланде подумать выходе везде сущие египтяне где только не разбросали свои сокровища тут наверно можно и мумию фараона найти бинты от мумии следами вытертых вытертой жопы чё вообще тут есть на поверхности а то есть я так у берега ныряю до какой-то говно бухточки можно пофоткать морской ёжик черно-белый обалдеть вот это надо выкладывать в инстаграм вот это в контакт на аватар селфи из-под воды свободно аватарку поставить хрен ли там ваш этот в лифте в туалете и таково удивить этим женщины женщины и геи обращаюсь к вам вот она и маска нашлась до по моему я бы с удовольствием запилил прохождение а это шлем обалдеть нельзя найти такой шлем и и не надеть его себе на голову не померить я бы с удовольствием запилил прохождение но но нет потому что я думаю что все кто начал смотреть это видео уже либо перемотали либо выключили его нахрен потому что уныние запредельное хоть кракет бы на меня напал не знаю оон сокровище поблескивает издалека дает давая подсказку то есть надо всплываешь повыше смотришь где бликует а вот и панцирь да тут походу сам сам спартак затонул смотрите или римский легионер какой-то помер причем вот эти сокровища я нахожу уже сверхурочно они у меня в задаче не стоят какой-то поднос какой-то кувшин на самолет неплохой может есть тут поплавать еще чем найдется кроме самолета умри это чудо плаваешь ты меня бесишь рыба 8 из 10 сокровища нарыл надо на и нарыть все десять это потрясающе веселое занятие она расслабляет чакры она таковая блядь обманывая но скучная просто как пипец как урок урок по биологии в школе йома не тот где и тот где мальчиком объясняют как устроены девочки как устроенных богатый внутренний мир и куда вставлю вставляется ключ зажигания который не тот урок где девочкам рассказывают как устроены мальчики почему они писают стоя не сидя обычный урок биологии где пестик тычинка вот равный интерес имеется этой игрой поэтому с ней мы прощаемся переходим к рандомному ключику номер два так ну а второй игрой выигранный в счастливую счастливую лотерею рандомных ключей стал джоли ровил джо джо джоли ровер ретайл не знаю что такое сейчас поставим поглядим но весит джоли ровер целых 170 мегабайт не знаю по моему на смартфоне сейчас некоторые игры побольше весят что-то у меня плохое прочувствие насчет того что меня хорошенько кинули через кожаный шланг ну ладно я понял одно когда вот это увидел я понял что с дипхантером не еще фартанула это потому что вообще какая-то беда тут даже не за даже нету блин разрешение вы и выставить негде это кошмар какой-то что за лут боинг-боинг escape что что это это карты непонятно обалдеть и куда хоть нажать надо чтобы игра началась юный би меня будут звать гарри 20 рублей мне кажется именно 20 рублей должна стоить игра у которой нельзя выбрать разрешение оба абандон у е а у е а у е а у е это было правильный вариант очень за интро билайн тенцева щи за интро и хотите ли вы посмотрите интер конечно посмотрим интервью блин досраки интересно посмотреть интро это что вообще за хрень такая дайте угадаю это корабль это корабль пиратов brevsov его герб это обезьяна и association vision чё из коту это все реклама идет это реклама разработчиков и спонсоров этой величайшей игры они презентуют нам джолли ровер охуительный ёп твою мать что это ха ха обалденно я знаете похожие мультики в детстве смотрел где английскому учили где злодея еще ковикс звали какая-то зеленая горилла с ней какой-то мелкий чупиндос и они вот боролись с злодеем ковиксом который постоянно крал какую-то страшную крысоподобную тёлку принцессу его там постоянно учили считать по английски до кораблик то у тебя что-то какой-то хиловатый капитан джеймс ровер рад тебя приветствовать и дико ты сюда говорят ты этот лабрадора босса джоли ровер это такса а это как это бульдожка есть такой с брылями висящими чинский путь и киеве я мне не знали не а вот смотрите баллон очка стоит какая-то в картине в рамочке нет это утрачки интересно мне интересно морские сражения посмотреть я балдею от этого мультика конечно мне охота и не привязать попкорна в роды такие закова обманывая уже так зевая что сейчас не знаю мне рот открыл и булки на жопе разъехались реальность в киеве в киеве ты чё игра уже началась я уже думал надо скипнуть этот мультик эта игра идет айкон кук я могу яйца на или как я могу готовить да кук готовить ты просто единственное что я вижу единственная фраза которая понял поэтому я был поваром этом корабле у них есть повар может я готовлю лучше ёпта я не могу к тебе присоединиться ядры дрессировщик и битрэс поэдром оппас украинский мой патчист истин ант с аккастом мейт айл хак юнер и в кант макклевц автис петербург то ли я дурак то ли лыжи не едут я не буду к тебе присоединяться давайте быстрее на игру посмотрим будет ли здесь игроком пей я не знаю кто эти люди которые старались и делали это нет они вообще старались подожди и сказал джор такси джоли ровер роман украина это плана пацаны ищут чубы скидки с комендарь должен быть вытащить меня из этого дежды этой жопы и закончить что-то там потому что пираты блядь пираты зря сажать же джоэля связали с джоэля ровером но теперь говорит три недели спустя хереть а что ты жрал все это время блядь игра начнется когда-нибудь ёпта или мы дрочить будем и слушать этого ёбаного джоли ровера пошел в жопу ёпта придурок не доделал на бейтинг бейт и купить охренеть сайт это впервые жизни когда мне жалко скей двадцати рублей сколько там вот я догадываюсь что здесь надо зарядить пушку шпальнуть из нее хэви-вэй тяжелое орудие порох нет купить игру еще и без перевода у меня нету лута лог у меня нету лога продолжаем это файн ойл ойл три у о знаете что пошел этот нахуй этот джоли ровер вместе с фей идиотской игрой и у меня уже восемь очков непонятно за что а тут да если нихера не делать если да вот доходит до того что до слов пошел нахуй этот джоли ровер появляются подсказки спасибо это великое великое облегчение знаете я недавно только нет я играю отлично вообще советую всем купить в нее и заиграть ее до усрачки просто до дыр блять затереть коврик под мышкой играя в джоли ровер великолепный адвенчур но я один адвенчур уже недавно прошел вчера про это на картера поэтому джоли ровер ты не вовремя иди в жопу я лучше пойду играть в дипхантер не знаю вот да видите вот подсказки появляются особенно хорошо если вы по-английски хорошо бегло соображать вообще будет прекрасно джоли мать твой ровер пошел ты в жопу я не знаю я конечно знал что игры будут плохие но блин это же пипец что он захотел обнять портрет и провалился ну да у меня когда была собака она пару раз пыталась трахать мою ногу но она не была такая тупая чтобы на картину кидаться он причем стену проломил а это что за членоносая собака я не понимаю почему все пираты собаки я сразу вспомнил детский мультик мультик вернее своего детства приключения бетховена не фильма именно мультсериал там тоже были одни собаки и все они разговаривали все это было очень мило но сейчас у меня уже просто знаете у меня уже ломка начинается я уже сижу просто офигеваю это игра она как-то воздействует на меня и она высасывает у меня просто жизненную энергию нет джоли ровер джоли ровер ты не получишь время моей жизни нет я не отдам тебе ничего пошел ты в задницу ладно все ребятки на этом экспериментальный выпуск подходит концу по моему ну в жопу эти рандомные ключи если бы дипхантер я согласен теперь я пою что дипхантер это хорошо но джоли ровер джоли ровер это пипец но я напоминаю что если вы подпишитесь на канал то получите невероятный плюс в карму и шанс к тому что из вашего рандомного стимовского ключа за 30 рублей выпадет gta 5 а кто не подпишется тому джоли ровер закончили